Геннадий, если Путин перезберется на следующий срок, а мы понимаем, что это будет, он... Ну что, сейчас будете меня тролли. Могут и не избирать. Такая будет острая политическая борьба, что Явлинский победит. О, новый анекдот. Явлинский имеет шанс на победу. И вот Геннадий, он уже переплюнет Сталина, который руководил Советским Союзом с 1924 по 1953 год. К чему я говорю? Как вы считаете... Ну вообще не переплюнет. Нет, ну Сталин руководил реально страной с 1922 все-таки по 1953, это 1931 год. А Путин, если пойдет, и если дойдет, и если доживет, может и 30 лет. Ну да, где-то так сопоставимо. Так вот, к чему я... Как вы считаете, может он с каждым годом все больше и больше терять голову, да, падать в какие-то крайности? И так вот... Подождите, а к чему может-то? Если он с каждым годом становится все больше маразматиком? Как это может? Он теряет. Конечно, он будет через пару лет совсем, так сказать, там, если доживет до этого срока, совсем, так сказать, там, безумным дедушкой. Ну вот, и я к чему веду, что может ли быть следующее, что на него влиять уже не будет никто? Ни Патрушев, ни окружения, ни ближайшие люди, там, называют 5-6 человек, которые хотя бы с ним каждый день разговаривают. Понимаете, что значит влиять, не влиять? Если будут они его слушаться или не будут, вот еще вопрос. Ведь вся сила Путина в том, что его пока слушает Шойгу, Герасимов, Патрушев и так далее. Выполняет указания приказа. Поэтому вся сила вот этого режима заключается в исполнительной дисциплине. Пока она есть, он в силе. Как только она пропадает, все, он никто. Обычный дедушка, сидящий на позолоченном кресле, который там исторгает какие-то из себя угрозы, проклятия и прочее, прочее, прочее. Ну, забрут они его в бункере, будет он там пузыри пускать. И все. Отключат ему связь. Туда отправит ему каких-нибудь его этих гурий, которых он там хотел бы видеть. Скажет, сиди невягкой в бункере. Ты уж совсем в маразм спал. Пока вот они не облетни общей целью, пока они не признают его своему. Почему он бы все эти выборы и все прочее. Он хочет, чтобы его признавали внутри. Он не хочет, он же понимает, что его никто, никто не признает. Народ, по большому счету, значительная часть народа не будет стать его президентом. Ни Запад, ни никто. Ему важно, чтобы вот это его окружение, его слушалось. Для этого весь этот цирк и спектакль. Там цирк с клоунами, с конями. У него же вот что такое вот Пудин. Вот сказал, и все побежали. А если не побежали? То безумный дед, сидящий на позолоченном кресле. Все. Кто ты? Да никто. Сдвинь, как это? Со спины ты точный шаг. Ты твердый профильный кордый шаг. Только это, сдвинь корону, чтобы не висло на ушах. Да, вот примерно так. Поэтому, что-то вот так. Пока его слушают, пока его признают внутри лидером, там, патуши, так далее, всем прочее, он имеет силу, влияние. А дальше они дают команду, а дальше все побежали. Прокуроры тюрьмы, так сказать, там, жандармы. Вот так работает система. А если там теряется в каком-то звене управления, то все, вся система превращается, вся система, вся карета превращается в тыкву. Вот и все. Геннадий, если вспоминать о Шойгу, и говорят следующее сейчас, что у него и так всегда были какие-то там амбиции на первое кресло в Российской Федерации. А вот сейчас армия встает все больше. Понимаем, что бюджет, треть бюджета идет именно ведомству Шойгу. И вот многие сейчас говорят, что его амбиции растут. Они подкреплены финансами, они подкреплены увеличением армии. И что очень вероятно то, что он будет более реалистично смотреть на кресло Путина. Шойгу? Да. У него нет авторитета в армии, армия за ним не пойдет. При конфликте и, грубо говоря, интересов армия за ним не пойдет. Ну, из того, что я знаю и понимаю. Я могу там ошибаться, конечно, но у меня такое впечатление, что... Ну, у него кличка пиджак, понятно, для всех гражданских. Он не профессионал. Он сидит у себя тихо в кабинете. Господи, как эта улица называется? Коротенькая, где. Министерство обороны. Вот. И... Сильный из кабинета не вылезает. Да, у него есть чуть-чуть его на пиар, но оно ему в последнее время изменяет. Вот. И поэтому я не думаю, что он такая сильная фигура, которая там претендует учитель на кресло президента. Он, в общем-то, слабак. По большому счету. С точки зрения его влияния, авторитета в силовых структурах. Ну, как он, Иванов Сергей, командовал министерством обороны, как мне рассказывают генералы, он старался не вылезать из своего кабинета. Потому что, когда он выходил из этого кабинета, мы к нему там прицеплялись со всякими проблемами и прочими. Он соревновался обратно, юркнул в кабинет, чтобы там, типа, не связываться с этими надоедливыми генералами, которые там лезли со своими проблемами. В кабинете было уютно. Там секретарь, медитант и так далее. Поэтому примерно так же с Шойгу, ну, может быть, там чуть-чуть, немножко по-другому. Но в целом примерно вот он не пользуется никаким авторитетом. Если бы меня спросили там про какие-то генераль смыслы и так далее, я бы тут еще подумал. А так вот Шойгу я очень сильно сомневаюсь. Но да, они сидят на деньгах, да, они живут в роскошных имениях, да, они все миллиардеры, да, они все там пилят, делят, откатывают, значит, прячут по соседкам. Все это так, но я не вижу в нем лидера. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok